Казахстанские автолюбители привыкают к новым правилам проверки на содержание алкоголя. Процесс обследования у врачей-наркологов остался прежним, но процедуру дополнили в специальной таблице, где указаны промилле и тяжесть опьянения. Прописали также использование алкотестера. Оказывается, ранее эти приборы там не значились вообще. Обо всех новшествах детальнее мы решили расспросить Сергея Авченко, представителя общественного объединения ОСА. Сами врачи-наркологи о новых правилах говорить пока отказываются. Итак, Сергей Витальевич, добрый вечер. Проходите в нашу студию. И давайте начнем наш с вами разговор с вопроса о том, так что же изменилось, к чему готовится нам, водителям. Принципиальных изменений как таковых нет. Повысилась норма промилле наличия алкоголя в крови. Это единственное изменение. И я могу сказать так, что законопослушным и ответственным водителям это не принципиально стало. Но гораздо проще стало разговаривать с инспектором дорожно-постовой службы. Доказывать о том, что человек не пил, если человек действительно не пил, стало гораздо проще. Ну а тем, кто постоянно употребляет и является потенциальной угрозой, для них это не принципиально. Но то есть алкотестеры до этого были вне закона? Алкотестеры как таковы, это был вспомогательный инструмент для инспектора дорожно-постовой службы. Первоначально это органолептические показатели, которые инспекторы смотрят на участника движения и, соответственно, делают для себя выводы. Благодаря алкотестерам стало это гораздо проще сделать. Сразу по ходу, в момент остановки транспортного средства. То есть это упростило процедуру выявления, скажем так, потенциально опасных водителей. Ну вот посмотрите, пожалуйста, на нашу инфографику, которую мы подготовили. Да, вот каким образом изменилась шкала допустимой нормы промилле и тяжести отравления алкоголем, да? Сегодня она до 5 дошла. Сегодня допустимая норма это 5 промилле. Ну, наверное, нет. Тяжелое отравление и практически смерть это уже 5. Это 5. Да, до этого было 0,3. 0,3. 0,3, если до 0,3, это уже считалось легкое опьянение. Сейчас до 0,3 считается трезвым водитель. С 0,3 до 0,5 уже поехали незначительные влияния на алкоголе, легкое опьянение и уже, соответственно, повозрастающие. То есть принципиально тот, кто пьет, он все равно попадается. А кто не пьет, существуют определенные моменты. Это индивидуальный организм, у каждого свой организм вырабатывается в желудке желудочный сок, кислотность и так далее. То есть нюансов может быть достаточно много в зависимости от того, какими пользуются алкотестерами. А скажите, вот шкала алкотестера, она может зашкалить, если человек выпил обычный кефир, скажем так, или квас? Вот много среди водителей баек ходит. Да, есть это миф. В принципе, скажем так, если использовать спектральный алкотестер, который находится только стационарно в каком-то определенном медицинском учреждении, то он выявит. Но она настолько незначительна, что непринципиальна. Существует опасность в квасе, который изготавливают дома. Потому что сам процесс брожения вырабатывает алкогольный... Алкоголь. Спирт, да, скажем? Да, соответственно, спиртосодержащие какие-то вещества. Причем в зависимости от того, сколько человек выпьет. Кому-то хватает полкружки, а кому-то нужно выпить 5 литров, чтобы почувствовать себя так, жажду утоляющим. Хорошо, понятно. То есть получается, что сама процедура медосвидетельствования, она не изменилась? Или все-таки есть какие-то новшества? По сути дела нет. Если участник движения, водитель, подозреваемый в том, что у него доля промилле намного превышающая, он может потребовать, это законное его требование, пройти непосредственно медицинское освидетельствование в медицинском учреждении. Это как взятие на анализ кровь и моча. То есть там уже более подробно, более детально можно получить ответ на вопрос, опьяненный человек или нет. Кому-то хватает выпить рюмку, чтобы потерять голову, а кому-то достаточно намного больше. Ну понятно. И все-таки в заключении, допустимая норма 0.3, 0.5 уже могут привлечь... До 0.3. До 0.3. С 0.3 и выше это считается легкой степень опьянения. Хотя человек может выглядеть вполне адекватно, разговаривать, никаких нарушений в опорно-двигательном аппарате, но тем не менее наличие промилей в других странах, например, США и Канада, у них 0.8-0.9. Это максимальный порог, минимальный порог, при котором считается человек не пьяный. У нас с 0.3 подняли до 0.5. С одной стороны хорошо, с другой стороны неизвестно пока. Ну время покажет. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Еще раз напомню нашим телезрителям, что сегодня в нашей студии был представитель общественного объединения АСА.